Ну что, мы продолжаем, не можем, естественно, подключайтесь к нам, но московская ли это новость про недопуск кандидатов? На мой взгляд, не московская, а того, чего мне не хватает, в том числе и от московских кандидатов, чтобы было бы, хорошо бы, чтобы они сорганизовывались с кандидатами, которые в других регионах, потому что, напомню, ключевое здесь вот власти боятся всегда, когда это начинается федеральная такая история, заваруха. А вчера, друзья, состоялась встреча, да, такая долгожданная встреча, главы Центра сберкома России Эллы Памфиловой, она встретилась с кандидатами, недопущенными кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые, собственно, недопущены из-за найденного брака в подписях. Я, Дим, сразу предлагаю послушать фрагмент высказывания Эллы Памфиловой. Давай, послушаю. Что касается принятия решений Центральной избирательной комиссии, эффект митингов на ее решение ноль, ноль. Мы не политический круг, мы право применить имя, пусть люди митингуют, имеют право, но никакого значения, никакого, даже маленькой толики на то, каким решением будет принять, это не имеет. Хотелось бы, чтобы все эти прекрасные понимали, хоть каждый день, хоть здесь, где угодно, я всегда выйду, сюда поговорю, я не боюсь, я всегда разговариваю. Глава Центра сберкома Элла Памфилова. Ну, эффект, конечно, есть, эффект, собственно говоря, не на ЦИК, задача-то не на этих митингов, не то, чтобы ЦИК дернулся, а чтобы дернулись совершенно в других кабинетах, так что... И вообще, митинг, это нормальное. Митинг, неважно, за кого, за левых, за правых. Кстати, Элла Памфилова упомянула мной любимого господина Троицкого-паука, что его тоже там не допустили. Я, кстати, искренне считаю, что таких людей надо допускать. Вот посмотрите, как произошло в Украине. 21 партия, 21 партия была на, соответственно, выборах в Раду. Ничего в этом противоестественного я не вижу. Задача до партий, да хоть 40, хоть все 50, которые зарегистрированы в Российской Федерации. Пусть каждая доказывает свою жизнеспособность, пусть каждая убеждает. И после этого все кристаллизуется, все станет на свои места. Я напомню, друзья, что избирательные комиссии забраковали часть собранных за выдвижение кандидатов подписей, заявив, что многие из них принадлежат несуществующим или уже умершим людям. Оппозиционеры утверждают, что им отказали в регистрации незаконно. Большой процент браков в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписантов с ошибками. И надо сказать, что здесь есть часть подтверждений, потому что люди выкладывают фотографии, где там вбивают, например, Елена Викторович, например, Икова, вот таким вот образом вбиты фамилии. Либо графологи не признают, собственно, даже подписи самих кандидатов в депутаты. Как это произошло с подписью Ильи Яшина за Геннадия Гудкова. Ну, просто криво подписался, видимо. И тут, ты знаешь, интересные цифры подоспели. Давай. Большинство, 59% жителей Москвы, знают о проходящих в столице протестных акциях. Это, кстати, для власти очень плохо. 59% знают, да, это как раз акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Но только 11% готовы принимать в них участие. Об этом свидетельствуют результаты, которые провел фонд «Петербургская политика», это фонд Михаила Виноградова, который часто бывает в нашем эфире. И, собственно, данные эти публикует газета «Ведомости». 20% жителей Москвы поддерживают протесты, но не готовы в них участвовать. Треть опрошенных протесты не поддерживают. Говоря о причинах отказа в регистрации оппозиционеров, 22% респондентов возлагают в виду на самих кандидатов и 8% на Мосгорисбирком. То есть все равно 22% превалирует над 8%. Окей, но тут самое любопытное, конечно, будет, как поведет себя власть, какие ошибки она допустит в период с 20-го приблизительно августа по самому 8-го сентября. Вот здесь крайне важно ее поведение, потому что сейчас, ну такое, отпускное время, 59% знает, народ не будет. Я думаю, что власть... Тут очень крайне важно, чтобы, конечно, кандидаты правильно себя повели. Но если власть допустит, а я уверен, что она допустит как раз вот в этот промежуток, очень важный предвыборный промежуток с 20-го по 8-го, с 20-го августа по 8-го сентября ошибки, то она может поднять ненужную волну и поднять, соответственно, протестное голосование. Будут крайне любопытны эти выборы, крайне любопытны. О том, как проходила встреча с главой Центра избиркома Россией Лайпанфиловой, о том, что дальше делать, мы пообщаемся с юристом фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на связи со студией. Любовь, доброе утро. Доброе утро. Как вам прошло чаепитие? Как Элла Вальсанна себя чувствует? Ну, чаепития никакого не было. Элла Александровна обещала прислать представителей ЦИК на апелляцию по отказам от регистрации меня и других независимых кандидатов, но нам присылали на решение уже членов Мосгорсберкома, и мы видели, что они не то что не бездействовали, они наоборот выносили неправомерные решения вместе со членами окружных комиссий. То есть фактически они участвовали в сговоре на стороне людей, которые незаконно отказывали нам в регистрациях. Поэтому каких-то надежд больших я не питаю, и после этой встречи у меня надежды не появилось больше. Я сейчас нахожусь уже на 11-м деголодовке. Я продолжаю призывать людей выходить на улицы, потому что на самом деле другого выбора у москвичей даже не осталось. Мы готовы были, независимые кандидаты, отстаивать нашу программу, наши идеи, наши взгляды, нашу позитивную повестку на выборах в нормальном демократическом избирательном процессе. Но нас не допустили даже до участия в бюллетене. То есть наших фамилий даже не будет бюллетеней, хотя москвичи готовы голосовать и за меня, и за Илью Яшина, и за Ивана Жданова, и за Дмитрия Гудкова. У нас огромные рейтинги даже по официальным вопросам СУОМа или Валия Центра. Поэтому я считаю, что это элитаристское решение. И сейчас, к сожалению, другим способом добиться отставления правки возможно, поэтому я сама выйду. Я не знаю, как я буду себя чувствовать в субботе, но я думаю, что я в любом состоянии выйду к мэрии в субботу в 14 часов. Это будет встреча с кандидатами, зарегистрированными и незарегистрированными. Московскую городскую думу, она абсолютно законна. Это не митинга в классическом понимании, а и встреча с кандидатами. И я туда выйду в 14 часов и призываю всех москвичей тоже выйти, потому что если эти выборы украдут, то украдут уже любые другие. Понятно. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Любовь Соболь была на связи со студией Серебряного дождя. Кстати говоря, только что пришла информация о том, что полиция, друзья, в Москве снова задержала Алексея Навального. Отряд ОМОНа возле его дома. Вышел он на утреннюю пробежку. Сейчас находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. У Юлии Навальной сегодня, кстати говоря, день рождения. Это, видимо, подарок. Поздравляем. Юль, да, с днем рождения. Ну, видишь, как человеку хорошо. Он только пробежаться... Дим, что они делают? Объясни мне, бог и ради. На мой взгляд, глупость. Вот я тебе честно могу сказать. То есть, сколько бы они ни рассуждали, они осознанно из Алексея Навального создают прямо для реального лидера. Причем неважно сейчас лидера-лидера. Это своими действиями. Нет, просто мы только что озвучиваем цифры, да? 59% знают о происходящем в Москве. Столько же собираются идти на выборы. 11% от Москвы жителей, это колоссальная цифра людей. Даш, я еще раз говорю. Я прагматично, еще раз говорю, цинично и прагматично не понимаю нашу власть. Потому что, если вы хотите снять вот этот синдром протестного голосования, если вы хотите маргинализировать, соответственно, всех оппозиционеров, зачем регулярно вы втаскиваете их в повестку? Потому что все недовольство, которое не связано напрямую с выборами, все недовольство, связанное там с, не знаю, с мусорными протестами, с дольщиками, прямо или косвенно вы осознанно прямо канализируете, есть четкое понимание, канализируете в Алексея Навального. Зачем? Понимаешь, я пытаюсь найти рацио в их поведении. Если вы его хотите загнобить, окей, посадить его, тоже рационально нет проблем. Посадили, вот как Олег Навальный отсидел, и он будет сидеть. И он будет очень тихо, он не будет в новостной повестке. Но вы вот сейчас его задержали. Скорее всего, как обычно, он куда-нибудь явно призвал, ему там дадут 15 суток. Он призвал идти к мэрии 27-го числа. Ну, значит, все. Вот ему дадут там 15 суток, и все замечательно. Это, я не знаю о том, что его задержали, я буквально 5 минут назад сказал, что меня интересует, ну, я скажу так, рукожопость наших властей, какую повестку они вбросят в информационное пространство с 20 августа по 8 сентября. Прибавляем дни. Ребята, вы просто красавцы. Вы то ли слушаете меня, но я даю дурной совет в данном случае. Если вы хотите выиграть выборы, и более того, самое главное, перед большим начальником выслужиться, что вы выборы не через колено обломали. Начальнику тоже особо это не очень нравится. А сделали хотя бы чуть-чуть умнее. Наоборот, снимите эту повестку. Наоборот, уберите из повестки, в том числе всяких оппозиционных кандидатов и все остальное. Друзья, мы через несколько минут свяжемся еще с одним кандидатом в депутаты в Мосгордуму, который вчера был и на встрече с Элой Памфиловой. Это политик Дмитрий Гудков. Давайте пока пообщаемся с вами. 730-101. Так, нет, не дождался. Нет, в этом у тебя была пип-пип-пип. Власть сама себя завела в угол, пишет нам Андрей Саратова. Она и продолжает это делать. Не сторонник Навального, но в данный момент я за него, и он их кусает реально. Так, вот, подождите, вот здесь маленькая ремарка. Он их не кусает. Он их не трогает. Они сами его втаскивают в новостную повестку. А расследование? Расследование, понимаешь, вот... Или в процентном соотношении знающие расследование, подумаешь. Вопрос не в этом. К расследованиям уже все немножко привыкли. Расследование — это такая некая перманентная часть. Ну, что такое расследует Алексей Навальный? Ну, воруют. Ну, а кто не пьет? Назови! Нет, я попрошу. Я жду. Я жду. Назови. И ведь потенциально уже многие говорят, ну, воруют. Ну, в принципе, я бы тоже хотел бы так воровать. Я бы подумал, я бы там жене... Ну, как бы, да, типа, ничего нового. Ничего нового, да. А тут его постоянно на ровно, ну, покой... То есть изменяют повестку. Ребята, если вы, еще раз говорю, хотите, чтобы протесты тихо проходили, не канализируйте их через Алексея. А так вы сами своими руками все это делаете. 730-101, доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Алло? Да-да-да, слушаем вас. Доброе утро. Дмитрий, меня зовут Елена. Я при всем уважении к вам. Давайте. Я с вами не могу согласиться... Не соглашайтесь, это же хорошо, давайте. Ага. ...в том смысле, что вы почему-то постоянно апеллируете к власти. Вы считаете, что оттуда должно произойти какая-то благодать, обновление. Собственно, чем это отличается от такой патерналистской позиции наших сограждан? Вообще, я считаю, что вы так к нашим гражданам относитесь так несколько, как бы, ну, снисходители, и так как бы их, ну, щадите. Вот так, да, я бы сказала. В отличие от Томодорской, которая когда спрашивала, ее спрашивали, вам что не нравится наш народ? Она говорила, да, мне не нравится наш народ. Мне не нравится это терпелого. И, понимаете, в этом смысле я абсолютно не жду ничего от власти. И эти люди, которые пишут на заборах в химках, «Путин, помоги нам», понимаете, вместо того, чтобы выйти на улицу и потребовать выполнения своих законных требований, скажем так, да, понимаете, они, вот у них же был шанс 20-го. Почему людей было 20 тысяч, а не миллион, понимаете, потому что вот эти люди, которые ждут опять от власти решения своих проблем, они никогда их не дождутся. Власть никогда не уступит ни одного сантиметра, понимаете. И вы ждете, что ей станет некомфортно в этом городе, в этой стране, этого не будет никогда. Они найдут свои оазисы, они найдут свои заборы, чтобы от нас отгородиться. Понимаете, люди только сами, только сами могут сказать, «Это наш город, это наша страна». И пока они этого не скажут, власть никогда не будет с ними считаться. Они будут считать их нас, вернее, быдлом, и власть будет права. Вот и все. Все. Это может не революционно звучит, а звучит просто. Я считаю, что только это здравый смысл, понимаете. Другого, другого хода истории не будет. Мы уже проходили историю, когда Ельцин, там, хороший, там, демократичный, пытался что-то изменить сверху. Не получилось, не получилось. Только, извините, Майдан. Только Майдан. Вот и все. Спасибо, спасибо огромное. Я за форму гражданской активности. Если вы немножко, чуть отмотаете наш эфир, что меня как раз, что я считаю, должны сделать в том числе и независимые кандидаты, они должны подключать в том числе и регионы. Крайне важно, чтобы был сплоченный кулак по всей стране. И здесь, вот, здесь я вижу, как говорится, объединение гражданского общества. А по поводу Майдана. Майдан всегда можно делать только в том случае, если на вашей стороне, в том числе и люди с оружием, причем с легальным оружием. А это означает, что, как и в 17-м, крайне важно работать с сотрудниками всяческих структур, которые мы там называем либо правоохранителями, либо со спецслужбами, и для тех же оппозиционеров крайне важно канализировать их недовольство. Во второй половине часа мы свяжемся с политиком Дмитрием Гудковым. Ваши комментарии, принимаем звонки. Доброе утро. Так, нет, другая линия. Здравствуйте. Да, доброе утро. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Меня зовут Герман. Я хочу выразить большую благодарность Дмитрию Валерьевичу за то, что я вот начал смотреть эфиры «Серебряного дождя». Мне очень интересно. И что касается нынешней повестки, то ее, я думаю, что озвучил не только Дмитрий Валерьевич, но и Любовь Соболь. А я также в ожидании вот грядущего звонка господина Гудкова, младшего. И я думаю, что комментарии здесь с моей стороны излишни, потому что все все понимают. И самое главное, я хочу пожелать всем удачи и терпения. Я думаю, что если мы будем бороться, мы победим. Спасибо. Спасибо за звонок. Однозначно. Вот этот подход мне абсолютно... Еще раз, коллеги, дорогие мои хорошие, если вы слушаете эфир, а я думаю, вы слушаете их регулярно, я прямо вижу, как у меня растет там мой YouTube, даже Instagram, хотя я там практически не появляюсь. Я за все формы гражданской активности, за сменяемость власти, за допуск, да, сейчас произнесу, дорогой, по-моему, Сергей, его Троицкий зовут, за допуск таких людей, как Сергей Троицкий, к выборам, в том числе, да, за допуск таких людей, как к выборам президента. Пусть доказывают мне, как избирателю, свою жизнеспособность. Никаких не должно быть для них препятствий. Вот просто докажи. Пусть будет кандидатов хоть 500 человек там на должность президента. Пусть доказывают. Регистрируйте их. Не уголовник, не убийца, не сумасшедший прямых противопоказаний нет. Какой у него там бэкграунд, клоун он там, не знаю, поет, танцует, это я сейчас вообще не важно, там работает на панели. Не ваше дело. Я сам, как избиратель, приму решение. Я приму решение. Не вы. Вот всех мне допустите, поставьте мне списочек из 500 человек. Я буду решать. А ты знаешь, мне интересно было бы спросить у наших слушателей, есть ли, наверняка есть, я в этом уверена, среди них те, кто и не интересовался никогда выборами в Мосгурдуму, и не планировал интересоваться, но после того, как вот в этом году началось вот это, твердо для себя решил, что 8 числа он точно пойдет на выборы. Даже, возможно, первый раз на выбор депутата в Мосгурдуму. Ну, друзья, 730, 101 телефон прямого. А ты же понимаешь, что это власть создал? Это никакие не оппозиционеры создали. Мне можешь не объяснять. Я вот, я говорю, я не понимаю, я своим рацио не понимаю. Если ты упырь, ну, веди себя по-упырьски. Ну, хотя бы как упырь будет рационален. Вот она, кстати, пишет про, будет ли у нас Прохорова, будет. Через буквально 25 минут. 20 минут, никуда не ездить. 35 минут. 35 минут. Будет, ничего никуда не поменялось. Я сегодня здесь с вами надолго. Практически навсегда. Вот. Я понимаю, что я говорю, вот я эту упырьскую логику не могу понять. Почему рацио нет? Почему они начинают... Вот они и наши, и вашим, и, что называется, и всем, и чу вашим. Где логика? 730, 101, телефон прямого эфира. Не получилось. Такое-то у нас сегодня. Пепина нам ответом был. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Здравствуйте. Слышно меня? Отлично слышно. Слушаем вас. Да, меня Томас зовут. Я винодел. Вот. Я по поводу выборов Мосгордумы, естественно, никогда не следил. Вот. Но вот эта вот ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, обязательно надо заставить меня пойти и проголосовать. Потому что последние, допустим, 4 года я не знаю ни одного депутата с Мосгордумы. А вот при Лужкове, как бы его ни ругали, у меня волей-неволей следил. Даже иногда были прямом эфире их дебаты. Они были нам довольно интересны. Вот. А то, что происходит сейчас, это все вот налицо. Спасибо, спасибо. Ну, и за виноделие это вам отдельное. Делайте дело, это хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Ой, только радио, пожалуйста, выключайте. Да, нас потише. Да. Слушаем вас. Алло. Да, да. Доброе утро. Да, здравствуйте. Я вот считаю, что было бы очень здорово, если бы у нас было как в уже упомянутых Соединенных Штатах. А в избирательном бюллетене, помимо списка кандидатов, еще пустая графа, в которую любой человек может списать кого угодно. Хоть себя, я не знаю. Ну, то есть, чтобы полностью дать возможность выбора. Угу. Никакими фильтрами, которые нельзя закрыть. Вот это было бы действительно здорово. Да, согласен, согласен, абсолютно. Это нормально. И уровни выборов, я напомню, как-то анализировал, что у нас от нулевого уровня до уровня первого лица, ну, от силы 5-6 уровней, а в Соединенных Штатах там порядка 80 уровней выборности. А это и есть соревновательность процесса, это и есть накачивание мускулов, в том числе и в публичной политике. Потому что, когда тебя там сначала в классе выбирают, потом тебя выбирают выше и выше и выше, ты проходишь все этапно. Нам пишут, слушатели, а вам не приходило в голову, что власть нас специально будет? А зачем? Мне, ты знаешь... А зачем это ей? Сразу я хочу спросить. Власть делает все, чтобы ее снесли. Вот она делает все. Причем она это делает не только в публичном пространстве. Я про битые ссылки, которые возникают внутри власти, я это вижу. Я с этими людьми общаюсь. Эй, Дим, все, что ты говоришь на эту тему, я прекрасно помню, но это же говорит о том, вот все твои слова, это говорит о том, что нами управляют сумасшедшие. Потому что здоровый человек, который хочет остаться у власти или у кормушки... Он должен действовать, слушать, должен Потапенко и выполнять мои советы. Да, их действия нелогичны. Это действие сумасшедшего. Вот человек, который хочет одного, при этом делает совершенно другое, рассчитывая просто еще и на третий результат. Ну, это клиническая, понимаешь, психиатрия уже просто. Это психиатрия, да. Ну, собственно говоря, у нас есть моменты, когда, знаешь, те, кто... Дети репрессированных одобряют тех, кто репрессировал. Есть такое, к сожалению. А это вот, знаешь, дихотомия в голове... Ну, не дихотомия, такое раздвоение личности. Так, что пишут? Тут сам не москвич, жена москвичка, восьмого погоню ее на участок. Значит, так. Простите, но думать, что с Навальным власть промахивается, мягко говоря, наивно. Все как раз правильно в их поведении. Если помнить, что Навальный не оппозиционер, а поп гапон, пишет нам Николай из Нижнего. Оппозиционер, угрожающий власти, давно сидел бы. Людей сажают за репосты, а не то, что за расследование. За настоящее расследование людей просто убивают. Этот вуз не дует, ездит по заграницам, публикуется беспрепятственно. Так что этот проект работает безукоризненно, особенно учитывая то, как в него верят даже такие умные люди, как вы. Разные мнения мы принимаем. Мы принимаем ваше. Насчет веры это вы сильно как-то махнули. Я вам только могу сказать, что есть одна проблема, такая же проблема, как с уверованием, что есть некоторые проекты. Вот есть видео просто на телеканале «Спец», по-моему, сейчас называется «Тюрьма, которую построил Владимир Владимирович». Так вот, я вам могу сказать по поводу проектов. У вас иллюзорность, что человек, который что-то имитирует, он потом не превращается в то, что он имитирует. Это означает одну простую вещь. Система, которую построил Алексей и вокруг него построена, заставляет его действовать определенным способом. Человек не всесилен. Точно так же, как не всесилен Владимир Владимирович. Он сейчас загнан в качестве крысы, по сути дела, в систему. И в системе это идет. И из этой системы улица ему будет говорить, как будет он действовать. Ну и тоже довольно странное заявление, что он публикуется. Ребята, дальше интернетов все это дело не выходит. Это очень хорошее. Вообще, теория заговора, она классная. Она снимает с тебя ответственность. Любая теория заговора. Неважно, он проект Кремля. Или масонов, я предлагаю. Ребята, давайте не будем уходить от классики. Пожалуйста, оставьте масонов. Я считаю, что надо протокол сионских мудрецов. Все-таки это было очень хорошо действовало в 80-х и 90-х. Я помню, это было прямо целые кружки были, которые изучали протоколы сионских. Так надо на всякий случай сказать, что это историческая подделка, это фейк? Не надо. Не надо? Зачем ты сейчас? Ты еще скажи, что, знаешь, план Далеса, это тоже подделка. И что? Там есть нюансы. Но ты знаешь, что сторонник теории заговоров может сказать, но ведь план-то был. Был! Все. Вот видишь? А и в протоколе сионские мудрецы. Ведь они могли бы быть. Теоретически. Теоретически. С одной стороны, как говорит у нас один сенатор, а с другой стороны. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. И я напоминаю, что во второй половине часа свяжемся с Дмитрием Гудковым. Он тоже вчера был на встрече с Элой Памфиловой. Вам еще раз напоминаем вопрос. Если вы никогда не ходили на выборы депутатов в Мосгордуму и не собирались идти в этом году, то, что сейчас происходит вокруг выдвижения независимых кандидатов, заставило ли вас передумать? Пишите, звоните, оставайтесь с нами. Потапенко будет. Ну что, мы продолжаем? Да, друзья, мы сегодня весь первый час программы посвятили трагедии в Хабаровском крае. И вот последние новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудника МЧС по Хабаровскому краю. Эдуард Новгородцев в связи с пожаром в детском палаточном лагере сообщается об этом на сайте следственного комитета. По версии следствия, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не обязал руководство лагеря исправить эти нарушения. Новгородцеву грозит при случае доказательства его вины, ему грозит до семи лет лишения свободы. Правда, пока следственный комитет не уточняет, задержан ли этот человек. То есть, но вот дело возбуждено. А если не задержан, то почему? Тоже, пока больше нет никаких оборудований. Притом, что я вот к форме ограничения свободы в виде ареста отношусь крайне негативно. Я считаю, что если уж есть, то это как раз тот самый домашний арест. Это максимум, потому что у нас из СИЗО уже никто не выходил. Или из ИВС, если быть точнее. Возвращаясь к выборам в Москве и к тому, что происходит вокруг них, вчера, я напомню, состоялась долгожданная, не побоюсь этого слова, встреча с главой Центра избиркома России Эллой Памфиловой и недопущенными к выборам кандидатов, что пишет. Доброе утро. Ранее никогда не ходил на выборы в Мосгурдуму. В этом году обязательно пойду, возьму с собой родителей. Они прописаны в Москве, живут в Красноармейске, правда, пишет нам Антон. Я не помню, возможно ли это сделать. В прошлые выборы на сайте Госуслуг была очень неплохая такая функция, не знаю, будет ли она реализована в этом году, когда можно было быть прописано в одном округе, а потом голосовать в другом. Не знаю, насколько будет... Там какая-то была упрощенная форма получения открепительных. Там даже не открепительные. Я голосовал так, я на сайте Госуслуг выбрал тот избирательный участок, который был близок мне, и пошел именно как раз туда. И это был избирательный участок у меня под домом, фактически в школе, вот там, ну, во дворе. Заняло это у меня... Ну, где-то было по дороге, куда-то мы там с супругой куда-то ехали. Заняло это у меня от силы, наверное, минуты три, максимум пять, с учетом того, что я не сразу там сориентировался, куда надо было подходить. И была очень неплохая эта процедура, то есть она меня вполне удовлетворила. Если она таковая будет, то я считаю, что каждому это надо сделать. Не надо кататься через весь город. Ну и вообще, именно таким образом должно происходить голосование, то бишь, должно быть на Госуслугах, у вас должна быть возможность, вне зависимости от вашей регистрации, потому что вроде как прописки у нас нет, но тем не менее она есть. У нас происходит, чтобы вы могли-могли проголосовать у себя на участке под домом. На связи со студией Серебряного Дождя, политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, доброе утро. Да, Дим, где-то ты очень в шумном, по мини-такому, находишься месте. Попробую. Да, куда-нибудь, чтобы мы тебя, больше тебя слышали, чем окружающий шум. Так лучше? Да, так существенно лучше. Как сходилось Кэлли Александровне, что она сказала, ободряющего или не ободряющего? Ну, в принципе, ничего нового не сказала. Я и так понимал все процедуры. Сначала мы идем в Московскую городскую избирательную комиссию. Если будет уже бумага, то есть решение этой комиссии, например, отрицательное, да, по регистрации, то тогда у нас появляется возможность обратиться в цык. Вот, и там, как Кэлли Александровна вчера сказала, они будут рассматривать наши возражения на претензии публично, что важно, потому что ни в окружной комиссии, ни в городской этого не было сделано. Вот, а главное, что они учтут все рекомендации штаба Венедиктова. То есть, многие решения будут приниматься в пользу кандидата. Если мы, например, докажем ошибки ввода, если мы принесем заявление граждан, которые, так сказать, сделали повторное волеизъявление, написали заявление о том, что они существуют. Вот. Но это дает какой-то шанс. Ну, небольшой, но меня, знаешь, в этом, в том, что ты произнес, немножко коробит то, что, я сейчас не обсуждаю, откуда этот независимый кандидат, что независимый кандидат должен доказывать свою собственную невиновность. То есть, то, что ошиблась власть. У меня вот такое ощущение, все-таки я, возможно, заблуждаюсь, и, видимо, очень сильно наивен, что, если есть хотя бы одна ошибка, то тут должен появляться какой-нибудь следователь, который очень внимательно изучает такие документы, проводит соответствующие экспертизы, а независимый кандидат, даже если это независимый кандидат был бы от партии власти, всего лишь как заявитель бы, там, проявлял бы активность и задавал бы вопрос, товарищ следователь, как там мое дело продвигается? Возможно, я просто неправильно... Да, это вы все говорите правильно про презумпцию невиновности кандидата. Да, да, да. Ну, только это в нормальных странах такое есть. А у нас шулеры, которые нас обманули, которые нас снижают, снимают с выборов незаконно. Поэтому мы доказываем шулерам, что они шулеры. Вот и все. Понятно. Много доказывать придется? Ну, мне придется доказывать минимум 542 подписи. Ого. Что они честные. У меня есть доказательств железобетонных на 700. И мы продолжаем собирать заявления жителей. Понятно. Можете себе представить, что графолог признал призраками 500 человек. У меня уже на руках заявление от 245. Которые говорят, мы не призраки, вы шулеры. Мы существуем. И мы продолжаем собирать. Просто кто-то на даче, кто-то в отпуске. Ну, это нормально. Многие люди приедут и дадут такое, напишут заявление. И это правильно. И это хорошо. Главное, чтобы удалось... Чтобы они приняли эти доказательства. Потому что, как у любого суда, у суда есть возможность не принимать те или иные доказательства, даже если они железобетонные. Сегодня опросы показали, что 11% от ключей готовы протестовать в случае незаконного снятия кандидата. Хотят нас вытолкнуть на улицу, но вытолкнуть у нас не остается никакого выбора. Хотя не хочется митинговать, хочется участвовать в выборах. Согласен. Но власть не оставляет нам никакого другого варианта. Дмитрий, а вот подобная ситуация... Мы вот как-то концентрируемся. Москва, Москва. Но Москва-то не вся Россия. А в регионах есть что-то подобное? Или там версия лайт, как бы, там всех регистрируют подряд? В Питере еще хуже. В Питере людей просто не пускали на избирательные заседания избиркомов. Там вообще такой беспредел, которого, мне кажется, давно не было. А в других регионах действует муниципальный фильтр. А независимых кандидатов не пускают на выбор губернатора. Так что можно говорить о том, что институт выборов, по сути, уже отменен. Ликвидирован. Вот. И никакой власть, никакой возможности легальной политической борьбы не оставляет. Осталось только их отменить физически, чтобы не тратить деньги. И будет тогда у нас Северная Корея головного мозга совсем. Да. Ну и осталось ввести еще налог на воздух. Хотя мусорный тариф это и есть налог на воздух. И налог на воду. Чемизов уже обратился к Путину. С предложением ввести акциз на бутылки с водой. Ну правильно, потому что фальсификата много. Там вместо легкой воды тяжелая образуется. Так что все положено. Доплачиваете граждане, да? Да. За легкую воду. Да. И все это еще за наш счет. Ну, окажется. Поэтому наши слушатели должны решить, кто они граждане. Вот. Которые обладают правами по Конституции. Или подданные, которые готовы все затерпеть. Спасибо. Спасибо большое. Политик Дмитрий Гудков был на связи со студией «Серебряного дождя». Я напомню еще раз, друзья. На 27 число анонсирована акция у мэрии Москвы. Тут надо, наверное, напомнить, несогласованная. Хотя 31 статья Конституции и прочее, прочее. И Алексея Навального сегодня задержали у собственного подъезда. Ну, я так понимаю, как раз, чтобы не было субботней акции. То есть ему вкатают там пятнашечку и на этом, как говорится, успокоятся. И от этого будет... И будет им счастье. Не вижу, правда, в этом никакого смысла абсолютно. Из Саратова, да. Нам пишут, в Саратове некоторые кандидаты от партии, которые не должны собирать подписи, обязывают их собирать и все равно не регистрируют. Ага, это вообще интересно. А как они это... Хотя, как они это мотивируют, не очень понятно. А как они будут принимать эти подписи, если не обязан собирать их? А как будут проводить? Да, я просто пытаюсь понять, как они отчетность сосведут. 730, 101, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Да, доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Слушайте, отвечаю на первый вопрос, который был по поводу ходил-неходил-пайду-ли. Мне 33 года, на встрече, занимаюсь предпринимательской деятельностью, ни разу не ходил, и вот, честно говоря, вижу то, что происходит, и все еще не пойду. У меня позиция такая, что если я вижу, что кандидаты, которые вроде как оппозиционные, которые прямо сейчас в России говорят о максимально манипулятивной, либо вы подданные сидите и слушаете, либо вы люди, обладающие гражданскими странами, но при этом, черт побери, говорит о том, что у нас нет института выбора, прямо вот сейчас, на кой черт идти, если прямо сейчас нет того самого выбора. Так формировать этот самый институт, с этого начинать, с мелочи? Да, тут скажем так, у нас этот институт выборов, а то мы его сами сдали, попросту могу... Снизив порог явки, в первую очередь. Ну, там много чего, мы, Игорь, вот с 90-х годов, когда мы сходили все с флагом, произошло, мы сами слили свою собственную свободу, и сейчас, для того, чтобы появился, сейчас вот эти все протестные акции, это не для того, чтобы даже выбрать независимого кандидата, а чтобы начать от точки минус 100 возвращаться хотя бы на точку 0. Да, ребята, надо понимать, что чем выше явка, тем сложнее циферки одна прибиваются к другой. Сложнее манипулировать, просто упырю, создайте проблему упырю, чтобы ему было сложнее это пририсовывать, и все. В каждом, в каждом, любому упырю, в любой государственной конторе очень удобно, когда вы молчаливы, когда вы молчаливы и ничего не делаете, когда вас не знают, когда с вами не приходят жители вашего района. Этому упырю хорошо, а когда с вами приходят жители района, у вас есть альтернативные средства массовой информации в виде ютьюбов, в виде ваших социальных сетей, этому упырю очень становится некомфортно, и он разжимает клыки. Пишут слушатели под видеотрансляцией, протестующих должны поддержать профессиональные сообщества и предприниматели в первую очередь. А то пока протестует какой-то свободный народ, основная активная часть людей стоит в стороне и наблюдает. Тут только есть маленькая ремарочка. Предпринимателей уже нет, они уже истреблены как класс. То, что они должны бы поддержать, я не могу не согласиться. А профессиональные сообщества, ну у нас есть профессиональные сообщества по закону, установленные в государственных учреждениях. Я это много раз говорил, что да, ваша фраза справедлива, но ключевым, до чего надо добиваться, это чтобы все больше и больше было частной экономики. Как только будет большее количество частной, а не так называемой государственной экономики, так появятся и независимые профсоюзы, и независимые общественные объединения. А когда профсоюз кормится с той же государственной руки, ну куда он выйдет? Ну так, по-честному. У нас есть огромный официальный профсоюз. Что, он сейчас выступит за независимых кандидатов? Друзья, я напомню, что в 11 утра, а сегодня программа Потапенко будет до полудня, Никита Небулицкий у нас в отпуске. Так вот, в 11 утра к нам в гости придет главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Дмитриевна Прохорова. Это в 11 часов. До этого момента продолжаем принимать ваши звонки и сообщения. Потапенко будет. Ну что, мы продолжаем. Напомню, вчера произошла встреча Эллы Панфилы. Историческая. Историческая. Ну, в общем, она действительно была ни о чем. 730, 101. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я из Москвы. Я, знаете, слушаю часто ваше радио, очень нравится. Хотел бы сказать просто от себя, я никогда не понимала вообще, в принципе, роль оппозиции. В том плане, что всегда от них слышно, ну, то, что они всегда хают власть. И нет никогда никаких конкретных предложений, которые бы зацепили, ну, допустим, меня как простого человека. То есть я, допустим, выросла, опять-таки, в Москве. И я видела тот хаос, который был в 90-х годах. Ну, честно говоря, страшно было в детстве вообще даже выходить на улицу, даже гулять. Я видела разруху, я все это видела как бы на моих глазах. И то, что я вижу сейчас, в каком мире растут мои дети, я понимаю, что это гораздо лучше. И я бы не хотела от этого отказываться ради того, чтобы проводить какие-то майданы, ради того, чтобы хаять эту власть, которая создала все это. Ну, честно говоря, все это как-то смешно выглядит. То есть, ну, где программы, где вообще какие-то конкретные предложения. То есть вы сейчас приглашаете людей, я их первый раз, конечно, слышу, но опять от них слышно. Ну, честно говоря, это какие-то разговоры на кухне. Ну, что эти люди конкретно могут сказать от себя? Чем они могут улучшить вообще то, что создано? Сейчас Москва, по-моему, вообще самый лучший город в мире. То есть у меня работа связана с командировками, я езжу, я вижу, мне есть чем сравнить. А кто это создал? Власть? Или это создали руки людей, а власть всего лишь перераспределила и не более того? Что власть перераспределила? А кто создал-то все то, что в Москве сейчас власть, так к этому какое отношение имеет? Ну, вы знаете, за все это время власть не сильно менялась. То есть, в принципе, одни и те же люди у нас стоят у руля. Конечно, минусы есть. Я не говорю, что все идеально. Я сама вижу, что все работает не так, как должно работать. Но, тем не менее, я благодарна тому, что все это создано, и все это хоть как-то работает и поддерживает. Я же задал вопрос не то, что власть не менялась. Я задал вопрос простой. Какое отношение имеет к благоустройству, например, то, что делают предприниматели, рабочие? Какое отношение к этому имеет власть? Простой вопрос. Какое отношение? Ну да, потому что вы задаете вопрос там, а вот что может предложить, не знаю, кто-то из альтернативных? Не воровать, например. Не-не, подожди, подожди, подожди. А что мы до некоторого... Я уж в Москве, извините, в Москве четвертом поколении. Значит, для меня любой... Это распределители. Любой... Вы мне сейчас предлагаете задать вопрос, как вы там оппозиционеру, как он будет распределять. Но он будет распределять не хуже, чем предыдущий. Почему он должен быть как-то по-другому? Я поэтому и задаю вопрос. А что сделала власть-то сама? Именно своими руками? Вы знаете, мне так сложно говорить, потому что я во власти не работаю. Но насколько я вижу, наверное, уменьшился отток капитала за рубеж. Насколько я вижу, реализуются проекты именно внутри страны. Опять-таки, во многих проектах я лично сама участвовала. Я вижу, как это делается вообще. Многое проходит сейчас в экспериментальном варианте. Но Москва все-таки, мне кажется, это тот город, который представляет гораздо больше возможностей, чем любой другой город. Кроме того, опять-таки, все рычаги управления власти — это те рамки, в рамках которых люди и те же предприниматели как-то функционируют. Конечно, тяжело. Ну, не сказать, что прям у нас вообще все шикарно и можно с нуля поднять свой бизнес. Я видела, как бизнесы поднимали и в том же году его и закрывали, потому что это просто нереально. Ну вот, но тем не менее, в принципе, то направление, которое власть ведет, мне кажется, оно... Ну, я, в общем, поддерживаю. Хорошо. Мнение принято. Мнение принято. Я, правда, так и не получал ответа, какое отношение к этому власти. Напоследок напомню, что в Москве, друзья, опять собираются менять плитку и закуплены ее на рекордные деньги в этот раз на 3 миллиарда рублей. Я напомню, что в начале этого года еще на 2 с лишним было закуплено. Ну, это просто что-то вспомнилось мне, почему-то не знаю, почему. Да нет, просто должен быть в эту секунду зажечься слоган «Как похорошела Москва при Сергею Семеновичу Собянину». Мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok